Йо-йо! Здарова, народ! С вами Диман Массов и меня бомбит сегодняшнего утра! Просто бомбит от бесконечной тупости моих покупателей! Да, благо могу себе позволить на них побомбить, потому что даже если вы немножечко поубавитесь, я, конечно, немножко расстроюсь, но, как видите, свободного времени просто нет. Я уже сам не выхожу на продажи, я уже сам, как видите, не фоткаю мобилки в свой Телеграм-канал. Кстати, сегодня по ссылочке в описании в Телеграм-канале, где я продаю все Самсунги, скидки на самовывы с наличными, так что интересуйтесь, пока есть, пользуйтесь. А я начинаю бомбить, да! Значит, смотрите, бомблю на своих покупателей, как безжалостный продавец, потому что, ну как можно быть таким тупым, а, Данил, вот это твое лицо? Похоже, что да, потому что как быстро можно будет отправить телефон, то есть торопит меня с отправкой и хочет купить, я ему даю ссылочку на Авида, там Galaxy S21, я думаю, что, ну блин, ну S21, как бы там сейчас заморачиваются с предоплатой, думаю, ладно, человек, наверное, покупает, все, не буду брать. Вы знаете, что обычно перед Авида-доставкой я беру какую-то сумму, там, 2-3 тысячи рублей, чтобы понимать, что человек точно понимает, что он хочет купить, сразу оплатить комиссию Авида и так далее. Здесь я сразу же ему скидываю объявление без предоплат, он оформляет, да, а сегодня он мне, блядь, пишет, отменил заказ, телефон больше не нужен. А что ты, блядь, сделал? Нашел свой старый у себя в жопе, я не могу понять. Ну реально, сдуреть ты тупой. Ты торопился с отправкой, я тебе его отправил, а теперь ты, блядь, отменил заказ, тебе тут же вернулись деньги, да, а телефон теперь будет ехать до тебя, а потом до меня обратно. И я, блядь, теряю до хера дней просто из-за такого дурачья, который не может подумать дольше суток, нужно ли ему покупать телефон или нет. Поэтому как с ним адекватным покупателем я потом отношусь вот так. Вы что, хотите купить мобилу? Предоплату 2000 и поговорим. Потому что это вот дерьмо мне надоело. Еще тоже странный человек. Покупал у меня телефон, молодец, все хорошо, спрашивает. Скидка на следующую покупку есть? Я такой, о каком лоте идет речь? Его пока нет, я так на будущее, хотел бы S24 Ultra на терабайт. Я такой, ну в канале есть S24 Ultra на терабайт. Он такой, я видел, но нужен другого цвета, да и есть только 100 тысяч рублей. Я такой, ну 100 тысяч рублей за терабайт на 24 Ultra, это нереально за новое, очевидно же, да? Я такой, ну может быть добавлю, ближе к делу будет видно. Я хотел узнать, возможно ли скидка. Как я могу сказать, возможно ли, блядь, скидка на лот, которого еще даже нет в продаже? И мы даже не знаем, о какой цене в итоге мы говорим. То есть как можно знать, возможно ли скидка, да? То есть одно дело, если я выставлю лот, и на него там сразу будет три желающих. Как думаешь, возможно скидка? Я думаю, нет. А если я выставил лот, а он висит уже там две недели в канале какого-то черта. А как думаешь, у него возможно скидка? Ну, тогда, наверное, возможно. Но как это можно спрашивать еще даже до выкладки лота и до понимания цены? Я просто не понимаю. Дальше. Тоже, вот я сегодня устроил скидки на самовывоз, да? Наверное, потому что что? Мне нужна наличка. Для чего? Чтобы расплатиться с каким-то поставщиком. Логично? Логично. Человек пишет, заберу самовывозом, но пока что нет времени. Готовь забронировать на неделю предоплатой. Я такой, скидка делают только при покупке сегодня. Блин, а как можно по скидке купить и через неделю? Вы знаете, когда в магазине скидка сегодня, там, да, новогодняя, например. Сегодня скидка вот на Новый год. Как мне можно купить телефон через полгода? Ну, по этой скидке. Да никак, она действует, пока действует скидка, конечно, я писал, что действует сегодня. Тоже такие интересные, да? Я типа сейчас не в Москве. Может, предоплата 10 тысяч рублей? Да нет, твои предоплаты на карту ни горячо, ни холодно. Мне нужна наличка и деньги сегодня. То, что ты не заберешь телефон потом за 50 тысяч, а сейчас 10 тысяч переводов, это опять же ни о чем. Вот и все. Другой разговор, что можно предоставить свою карту, там, сделать какую-то схему с предоплатой. Это, наверное, возможно, да. Но это если вы, там, знаете, есть выдача наличных по QR-коду со своей карты у Тинькоффа, еще какие-то моменты. Тогда что-то можно придумать, но в любом случае это не перевод, это не покупка через неделю. Еще такой странный тип тоже, скидывает мне ссылочку на ультру 24 на 256, спрашивает актуально, я говорю, да. Без нюансов, ну, блядь, естественно. Блин, Дмитрий, извините, не буду ультру брать на 256, буду ждать или ультру на 512 или S24+, на 512. Простите, что сбаламутил, слежу дальше. Такой, а что следить-то, там до хера ультр на 512, а не ультр тоже. Такой странный тип, да? Да, дальше тоже. Вот этим вот людям большое спасибо, которые потом не ленятся, после того как забрали телефон, написать что-то, знаете, не просто, вот как я напишу там в телеге, да, типа, знаете, вот по поиску, да. Сейчас, секундочку, что происходит, погружаются в чаты, что вот я напишу там по поиску, например, забрал, да. И они там напишут, что типа, забрал, спасибо, все, забрал, это, это, спасибо, забрал, забрал, все, супер, телефон забрал, молодец. Ну, и как бы, или там, например, получил, да, тоже могу посмотреть, кто там телефон получил и хотя бы так отписался. Тоже хорошо, что отписались, потому что я сразу понимаю, что там человек телефон получил, все типа финалится, как бы заказ закрыт, и отлично, у меня уже голова не болит, что там с ним, да. А есть люди, которые там нормально распишут прям подробно, но мне полезнее всего, если вы там отзыв на Авито ставите, да, потому что если вы покупаете через Авито доставку, как раз-таки отзыв можно оставить на аккаунт Авито. Другой разговор, да, что этим аккаунтом я сейчас пользуюсь, через месяц может пользоваться уже не буду. Поэтому в личку тоже приветствуется, в комментариях на YouTube тоже приветствуется. И типа, вот человек ждал, 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 мониторил, 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 и в итоге намониторил в конце 24-го года, 23-ю ультру, производство Августа. Навье, навье, рад и доволен, ну, прекрасен, за это большое спасибо. Дальше тоже, вот такие вот люди, меня бесит просто с таких покупателей, вот просто возьмите и не покупайте у меня, даже не смотрите мой канал, просто. Потому что вы смотрите канал, и место благодарности за то, чему я вас здесь учу, там, да, как проверить герметичность, как отличить паль, как отличить коробку и так далее. Вы что, это уже знаете? Знаете. А вот есть люди, которые на покупке ни хера, а спустя несколько дней, там, или неделю, уже не знаю, сколько после покупки, не помню, не вдавался в подробности, пишет мне. Купил я с 21-го телефона в 24-м году. Добрый вечер, подскажите, при надавливании ведь должно давление увеличиваться? И скидывает мне видео. Ну, вы знаете эту проверку, да, на барометр. Проверка на герметичность, насколько плотно задняя крышка прилегает к телефону. То есть вы берете, заходите в звонилку, выведите с дедушка решетка на дедушка решетка, выключаете автоблокировку, если не работает, а заработает. И заходите в сенсор, да, смотрите барометр 995. Если вы надавливаете на телефон, то у вас давление подскакивает. Вот видите, у меня есть колебания от 992-3 до 98, но это прям новый телефон, поэтому здесь такие большие колебания. Со временем эти колебания уменьшаются. В любом случае одна единичка хотя бы должна колебаться. Если она не колеблется, это значит что? Что телефон воздух не держит. Выдержит ли он воду? Вопрос. Но если есть колебания, что он держит даже воздух, раз держит воздух, то воду точно выдержит. Вот. Но если человек покупает 21-й телефон в 24-м году, очевидно, что за это время у него могли быть нагревы, охлаждение. Какой-то изгиб в заднем кармане штановки, если кто-то сел. Какое-то падение, еще что-то. Какие-то микрощели, очевидно, могли появиться. Поэтому отвечать за герметичность 21-го телефона в 24-м году я не собираюсь. Если вам это важно, проверяйте это на встрече, да. Я вас этому учил. Для чего? Соответственно, на встречу он этого не проверяет. И ему важно, чтобы телефон работал. Телефон работает, то, что он внутри полностью оригинальный, ничего не менялось, я гарантирую. То, что он не герметичен для 21-го поколения в 24-м году, это нормально. Вы очень мало найдете телефонов тех лет, которые спустя столько времени просто этот клей все эти зимы, лето, жару и холод пережил и держит абсолютно все. Это глупо такое искать. Надо быть более приближенным к реальности. Если вы хотите 100% герметичный телефон, нужно брать телефон не больше 2-й полугода. И то проверять эту герметичность, потому что даже за полгода вполне она может пропасть у вас. Так что это дело такое. Именно поэтому официально не дают гарантию на погружение в воду и топливников. Ну и вот. Короче. Я говорю, если говорить про полную герметичность, чтобы засувать телефон в воду, то да, без увеличения давления этого делать не стоит. А что считается, типа, гарантийным случаем у вас? Друг брал у вас тоже телефон такой же, у него все ок. Может, есть вариант поменять. Не тороплюсь в целом с заменой телефона. С этим пока не ходил, дома лежал. Ну, интересный способ. Купить телефон и типа с ним не ходить. Вот это я не люблю такое брехунство. Работает? Работает. Причем тут гарантия, да? Ну, в плане герметичности. Так он и работает. Но это тот случай, который я выявил в процессе. Я про две недели. Какое? Что ты выявил в процессе? Что бэушный телефон не стоит погружать в воду? Но я тебе скажу, это не новость. Никогда не стоит бэушный телефон погружать в воду. Это тупой, только дурак. Сделать, а потом будет в рубрике бомбежка. Что, ой, Дмитрий, вы даете две недели гарантии, я сумел ваш телефон под воду, а он утонул. Что мне теперь делать? Плакать. Что же еще? Дальше. В нем неоригинальный. Допустим, вы обнаружили, что он восстановлен. Давай я вам верну. Но она не идет на то, что у вас телефон не герметичен стал, видите ли. Еще и старый телефон. Во-первых, если для вас это было важно, вы могли это проверить. На встрече, по моим же видео ты этому научился, но при этом сам-то проверять этого не стал. Так ты тупой получается. Если бы нет, вообще я бы этого не знал. И в чем-то проблема. И если телефон не герметичен, и он старый, но внутри он оригинала не вскрывался, как я и заверял, то какая тут возврат, какая тут гарантия, да? Потому что он вполне мог его за это время и уронить, и разгриментировать, и придавить, и сделать изгиб корпуса, и так далее. Но я ему пишу. Доверие было к вам, что все проверено, так все проверено, все же работает, работает. Тогда это можно было и озвучить, если он не вскрывался, то и герметично сложно нарушить. Да что ты говоришь? Ну иди поезди по Авито и покупай 21-го телефона поколения. Спустя 3 года я посмотрю, как они все будут герметичны в 24-м году. Вот там езди и обдавливайся, я посмотрю на тебя. Замена это проблематично или невозможно? Критерий IP68 достаточно важный был. Так хер ли ты не проверял? Если ты смотришь мои видео и учишься проверять телефон, хер ли было это не проверить при встрече, дурачок ты. Но сейчас я вижу, почему я так бомблю. Вы узнали про проверку на герметичность от меня, что мешало проверить ее при встрече? Откуда мне значит телефон разгерметизировался не у вас? Все это приводит к разгерметизации и является обычным последствием эксплуатации. Ваше дело проверить телефон перед покупкой, мое дело проверить телефон перед продажей и дать гарантию на его способность и оригинальность. Телефон работает, работает, не скрывался и внутри полностью оригинальный. Так что о чем разговор? Сломается? Реально пишите, а сейчас это трата времени. Узнал после покупки. Позиция ваша ясна. Много громких слов, а по факту первое общение все рассудило вополком. Спасибо за обратную связь. Спасибо бы сказал за полезные видео, как ты научился это вообще проверять. А вот эту херню оставь при себе, я его забанил и больше с ним дел иметь не хочу. Кто прав, кто виноват, считайте сами, но я вправе выбирать своих покупателей. Уж извините, если я вас этому обучаю, а потом вы по моим видосам этому обучились и начинаете мне за это предъявлять, хотя это очевидно, что это не будет работать на старых мобилках, ну или если даже будет, то это таких мобилок единицы может быть, да, и сотни. И если она и так не вскрывалась и просто разгерметизировалась со временем, ну блин, чувак, телефону три года. Дальше вот это вот. Здравствуйте, Маслори. Через ДЭК в Астану можно будет? И сколько по времени будет? Хочу купить лот 90 номер. И такой, ну можно 85 тысяч. А по времени сколько? Мне дочурки надо на день рождения успеть. Так надо, блядь, успеть, надо было подсуетиться заранее. А не так, что у дочурки завтра ДР, а ты, блядь, решил из Москвы в Астану быстрее телефончик получить. Смотри в онлайн-калькуляторе на сайте СДЭК и узнавай, сколько он там будет ехать. И потом, сейчас расскажу вам, почему я никогда не соглашаюсь с вашей вонючей провокации, с которых меня просто бомбит. Потому что очень часто, ну очевидно, в канале 9 тысяч человек, да, лотов выкладывается 10 штук в день. Очевидно, что многие не успевают купить то, что им хочется. И они потом пишут, ой, Дмитрий, вы знаете, я вот так мониторю, так мониторю, хочу купить. Можете мне, пожалуйста, отписаться в личку? И я уважаю своих покупателей, конечно же, если такой лот появляется буквально день-два, я еще про вас помню и могу отписаться в личку. Но бывает, такой лот появляется через 3 дня, через 4, через 5 дней. Соответственно, если я зайду в свой телеграм-канал и посмотрю переписки, вот, это за сегодняшнее утро, все, видите? А если там кого-то надо вспомнить, кто там 2 дня назад писал, или там неделю назад писал, я просто не вспомню ваших имен даже. Соответственно, конечно же, я не смогу отписаться вам и вспомнить, что вы там хотели. Потому что даже когда вы не успели, то часто вот вы пишете, что вы не успели, отпишитесь мне в личку. А вы уже пятый, кто написал мне о том, что, ой, я хотел тоже этот лот, и хочу, чтобы вы мне написали в личку. Потому что даже если я буду писать в личку, вы все равно будете далеко не первым. И в итоге я все равно забуду вас, понимаете? А даже если вдруг я когда-то решу, что, блин, ладно, я уже так обещал, уже столько раз, там раза 2-3 человек пропукал, думаю, ладно, с третьего раза, я уже про него запомнил, напишу я ему в личку. Написал я в личку одному, нужны ли черные-черные подойдут, я говорю, оформлять тут с деком. Новые прям, нет, такие же, как и были в предыдущих лотах, просто в отличном состоянии. И чувак просто, блядь, молчит весь день, сука. То есть он так просил, чтобы я ему отписал в личку, я, блядь, ему отписываю в личку, а он такой, не спасибо за предложение, я все-таки хочу там белые. Не спасибо за предложение, я хотел новые, хотя новых я часов ни разу не выставлял в телеге. Но, блядь, ты, сука, просто, блядь, молчишь как даун, понимаешь? Из-за этого таких дебилов я больше в личку не отписываюсь. Другой тоже. Я так хочу часы, так хочу часы, каждый раз упускаю, все, что не делается, все к лучшему. Появились черные за 17500. Если, блядь, несложно, можно фото. Если бы было несложно, я бы уже сделал, блядь, эти фото и выложил их в канал, а не в личку к тебе писал. Если я пишу в личку, я ожидаю быстрой реакции, как и ты ждешь от меня, что я сделаю для тебя жест, так и ты сделай жест от меня, а он мне пишет. Хорошо, только ответ вы получите завтра. Я сейчас в Хабаровском крае, тут уже время позднее, плюс 7 часов. Ебать, 2 часа дня, плюс 7 часов, 9 вечера. Ебать, позднее время. Ну, разумеется, я их продал тут же, выставил в канал и также нашел себе покупателя. Вот, взял чек адекватный, написал, оформил. Все, проблем вообще никаких. Мне ваша личка нахер не встралась по этому, понимаете? Потому что каждый раз, когда я поведусь на эту херню и все-таки напишу в личку, ну, дайте мне еще фото. Вот, а так если мне надо делать эти ебаные фото, и ты просто не можешь поверить мне на слово, что там все идеально, так я, блядь, в канал их сделаю и продам тому, кто будет пооперативнее. Вот и все. Бомбиться этого невыносимо. Дальше тоже люди все время обещают приехать. Я уже тоже не беру предоплату, потому что я вижу с тех, кто как-то пишет не очень четко, да, я уже даже предоплату не прошу скинуть, потому что потом же начнется, он скинет тысячу рублей предоплаты, которая невозвратная, а вечером начнется. Ой, я передумал, можете вернуть тысячу. Нет, блядь, не могу. Вот и все. Но я уже не хочу даже с этим связываться и портить совесть. Кто более-менее реально хочет забронить, он скидывает эту тысячу рублей. А кто не хочет, получается, извиняюсь, передумал, пишу заранее, чтобы не ломать вам вечер. Так ты изначально просил встречу на вечер на 18.30, в итоге в 18.40 ты пишешь, что ты передумал. Сдуреть не сломал вечер, да. Я, блядь, прямо уехал с работы раньше. Ну, то есть, как бы, хорошо, что написал, да. Хорошо, что написал. Но учтите, что я всех классно не беру предоплату. Значит, во-первых, я за вами не держу бронь. Это во-первых. А во-вторых, про то, извиняюсь, передумал. Вы, блядь, подумайте 10 раз перед тем, как покупать, а не вот это вот все. А не так, чтобы оформили телефон, быстрее отправьте, а на следующий день, ой, телефон больше, блядь, не нужен. Что из жопы второй вывалился? Ну, реально же дичь. Просто трэш какой-то. Дальше. Тоже человек спрашивает, ой, а что-то у вас на Самсунге 22-м, то надпись Samsung есть на задней крышке, то нету. Блядь, вот какой эти, вот видите, вот с какими-то углами к свету надпись Samsung видна, да, а под какими-то, вот если на нее смотреть, она как бы, ну, не видна, да, то есть она как бы на матовой крышке глянется, ее на то отсвечивает, то нет. И там в фотках так же. И, соответственно, я ему, блядь, отвечаю, что это игра света, прикрепляю, блядь, видос, чтобы что? А все понял, спасибо. Ну, пожалуйста, блядь, но если ты не интересуешься покупкой телефона, если это не единственный вопрос, после которого ты готов его купить, какое, блядь, тебе дело? Почему на одном фото видно надписи, если на другом, блядь, не видно, да? Ну, это же трата времени, ебаная, просто трата времени. Дальше. Вообще, как может 24-е поколение ультры снимать лучше и качественнее, если у него оптику уменьшили, и теперь он снимает в 5х, а 23-е снимает в 10х? Ой, блядь, хорошо, как она может, блядь, снимать лучше, да? А ты в курсе, что 10х были там 10-12 мегапикселей, точно не помню, а это 5-кратная оптика 200 мегапикселей, или сколько, 50 мегапикселей, 50 мегапикселей, то есть она по мегапикселям в 5 раз больше, по оптике всего в 2 раза слабше, при этом она гораздо более светосильная, потому что у него оптика меньше, то есть у тебя более светосильный модуль, и больше у него разрешения, до хера раз, как он может лучше, блядь, снимать? Ну, подумай своей головой, как он может лучше снимать. Понятно, что если день, штатив, солнце яркое, вам нужно приблизить в 10 раз, оптической силы вам хватит, еще больше приближать кадр вы не будете, разрешение вам нахер это дополнительное не нужно, то 10х оптики, по идее, при прочих равных, должны были бы сделать лучший кадр. Но часто снимается вечером, часто снимается в не лучшем освещении, часто потом еще хотите покропить, и, соответственно, вот вам пятерка лучше тащит. Так что вот такие вот дела. Понятно, что у какого-нибудь Vivo X100 Ultra, где и 10х оптика, и 200 мегапикселей телевик, там, конечно, будет разрыв, да. Ну, в общем, вот такие вот дела. Потом что еще, что еще? Часы тоже, с этими часами я так заебался на этой неделе, понимаете, они все просили в личку отписаться, там постоянно вот такая ситуация, что вот человек пишет, я успел или опоздал, в 19 минут пишет, и другой в 19 также пишет, что 84-й год заберет, понимаете? То есть там полминуты не проходит, и пишет два человека, и еще те пишут, и все потом отпишите мне в личку, отпишите мне в личку. А я, блядь, отписываю трое еще время, а они, ну, я вам ответ дам уже завтра. А другой просто, ему скинул ссылку на оформление, он, блядь, просто молчит. Ну как это вообще? Как это вообще? Вот вам еще история. Такого человек тоже не видел, да и я, в принципе, тоже. Так что будьте осторожны при покупке телефонов с рук. Хочу рассказать об интересном случае. Первый раз за 10 лет такое. Были разные трубки, лизинг и демо присылали, и прошитые, и рутированные, но вчера забралось 22 ультра-СТК, полностью проверил, все на первый взгляд было идеально. После постановки телефона на зарядку вышло сообщение, что телефон принадлежит вашей организации. Это насторожило тел корпоративный. Сделал сброс через река, в ренадписи, честно, продавец утверждает, что его тел по профилю действительно, и что человек занимается недвижкой, даже золото поднимает, продает. Думаю, зачем ему подставляться под статью и за 40 тысяч рублей. Под какую статью он подставляется? Он отправил телефон Авито доставкой, ты его в пункте выдачи проверил и забрал. Вот эти покупатели, вы такие самоуверенные просто, понимаете? что вот, я купил, если вдруг что, я сразу пойду в полицию, с ним так разберутся, блядь, чувак. Ты забрал? Забрал, съебался, все. То, что ты там забирал, то, что ты мог подменить этот телефон, где-то ММА прям так были указаны. Хер ты что докажешь, хер тобой будут сюсюкаться. Тебе отправили телефон, ты проверил, забрал. Ты уже мог в нем плату поменять, ты уже мог ММА в нем перепрошить, и что угодно с ним сделать. Ни одна полиция тебе в этой ситуации не поможет. А то, что там кто-то проверял золото в своем профиле, это, блядь, ни о чем. Понимаешь, просто детский лепет. Ну да ладно. Это я на будущее говорю, не конкретно ему. В системных приложениях нашел программу такую-то и удалил ее софтом. Ее просто так не удалить. Но то, что вы удалите программу, вряд ли блокировка слетит. Она же, телефон блокируется дистанционно. Погуглил, были случаи, магазины тоже продавали такие трубки. Если они были привязаны к админу, то только через сервисменов и чеком с магазином можно было их отвязать. В моем случае телефон был отвязан админа, просто не удалили приложение. Бывают и такие интересные ситуации. Может, кому-то поможет при покупке. Я уж не знаю, кому это поможет при покупке. Это поможет просто обосраться при покупке. Потому что даже по проверке на лизинг через меню загрузки у него чекинг 0-0. То есть, как бы не лизинг, да, чекинг. Это может быть какие-то вопросы, но все равно 0-0. Так что, по идее, нет. А на экране блокировки это устройство принадлежит вашей организации. И что с ним делать? Хер его знает. Понимаете? Так что все это дело стремное. Потому что вот есть такие Влады на 136 отзывов, которые терабайт на ультру, типа абсолютно паленка, да, нет надписи на задней крышке, мулежи вместо камеры. Ну, короче, вообще подделка в пластиковой коробке, которая цена 5000 рублей. Продают за 50 и расписывают о том, цена реальная, не ремонтировался, не скрывался, все работает идеально, камеры, динамик и так далее. Ничего так, что там вместо 4 камер 3 из них пластмасски вообще мулежи вонючие, одна на 2 мегапикселя. Внешнее состояние новое, без единого скола или царапины, полный комплект, телефон, коробка, стилус. Так еще и этот мудак потом, я увидел, кто-то успел, может, в телеграм-канале увидеть, я скидывал ссылку на это, потому что это был вообще наверх на власти, потому что он продает Самсунги, у него дохера отзыв, и он, потому что эта подделка знает, и пишет как оригинал. Соответственно, я уставил свой телеграм-канал и просил быстренько людей накидать жалоб на этот профиль. И объявление удалили, я думал, о, заебись, накидали жалоб, все, удаляю из телеграм-канала, что там ссылка больше не работает, потом бомбежки покажу. Так потом я смотрю, оно не забанилось, оно просто на проверку ушло, он цену, блядь, поднял до 56, ебнутый просто. Ну да ладно. Дальше. Есть ли смысл париться и искать S24 на Снэпе, или купить в официальном магазине версию на Эксеносе из гарантии? В игры на смартфоне не играю, в остальном пользуюсь для браузера и чатов. Что за выбор? Либо я беру версию на Снэпе с 24 у серовозов, то есть в принципе к серовозам ты относишься неплохо, либо ты говоришь брать у официалов на Эксенос с гарантией. А как начать взять тогда уж Эксенос без гарантии у серовозов и сэкономить 20-30 тысяч рублей? Потому что Снэп ты взять можешь, да? Который в принципе для России не супер предназначен может быть. А Эксенос, который для России будет работать хорошо, ты хочешь брать именно у официалов. Нахера? Ты получается к серовозам нормально относишься. Нахера ты хочешь переплатить 20 тысяч рублей? Или ты понты вонючие? Ну дичь, дичь. Схема хейта Дмитрия. Первое. Какое дерьмо выпустили? Любая фирма. Ну как я бомблю по разным фирмам, да? Например, Mate XT, который стоил там 350 тысяч, да? И в нем характеристики технические на телефоны 20-го года, которые слабее уже в 3-4 раза, чем то, что происходят другие компании сейчас. Нахера мне телефон за 300 тысяч, который гнется непонятно как, как туалетная бумага, да? Чтобы он лагал. Он просто Яндекс.Навигатор нормально даже не потянет. Нахера он мне нужен? Непонятно. Поэтому я хейчу. Дальше. Второе. Какое дерьмо сделал Samsung? Ну а что я могу поделать, если реально был пятый фолд, выходит шестой, меняется дизайн, но у Vivo год назад уже был телевик нормальный в фолде, здесь нету. У Vivo есть быстрая зарядка, тут нет. Ну и так далее. Многие функции не дотягивают, да? У Samsung. Дерьмо сделал? Сделал. Дмитрий купил его себе. Ну неплохо, молодец Samsung. Ну а что я могу еще сделать? Если у меня был пятый фолд, очередно я возьму шестой, потому что он чуть получше. Я работаю в этой сфере, что я с пятым буду ходить? Лох что ли? Нет, не лох. Соответственно, очевидно, возьму шестой. И скажу, что он неплох, потому что он получше пятого, да. Но на фоне конкурентов, по технической части, слабовато. Дальше. Тоже мне понравился человек. Хотел себя увидеть в рубрике «Быстрые клиенты». Ну вот, соответственно, что имя его сказать? Ну он, Лютов Вадим. Соответственно, быстрый клиент. Быстренько все взял, оформил. Лишних вопросов не задавал. Молодец. Но таких клиентов у меня дохера. Так что тут ничего нового. Дальше, значит... Вот это тоже отдельная просто история. Просто отдельнейшая история. Сейчас я вам расскажу. Пишет мне «Чувиха», что хотела купить ультру. Потом такая, я возьму плюс. И спрашивает, чем отличается ультра и, блядь, не ультра. Такой, ну, блядь, наличием стилуса, как минимум. Потому что если ты не в состоянии понять, чем отличается ультра от не ультра, хоть немного посмотреть в интернете обзоры. Я уж не буду делать вот так. Просто, понимаете, можно же в интернете взять сайт, да, нано-ревью, и на нем просто вбить, например, да, где тут это... Сравнение смартфонов. Ввести, если ты уж совсем тупой и хочешь все в одной обзорочке посмотреть. Почему я говорю совсем тупой? Потому что у тебя есть деньги на телефон за 60, 70, 80 тысяч рублей, но ты абсолютно не понимаешь, за что ты их платишь. Это очень тупо. Это очень тупо. Соответственно, сравнить. И вот здесь вы посмотрите. В чем разница? Вот максимально вот просто-просто, максимально просто. Написано, что есть типа Wi-Fi и оптический Zoom 5X. Ну, так себе, если честно, сравнение. Тут, походу, реально надо смотреть мои обзоры, да, потому что, если честно, здесь как-то написано все херовенько. Но в любом случае, вот так вы по обзору посмотрите, ага, что-то чуть-чуть... Ну, нет, это дерьмо, если честно. Это вообще мой совет, просто, блин, нахер вот так самому сравнивать. Это как-то долго. Тупой сайт, если честно. Тут еще и соотношение типа точек на дюйм больше у плюса. Ну, оно так и есть, но просто смысла в этом нет. Соотношение экрана к корпусу у плюса получается лучше тоже. Типа меньше рамки. Ну, это, конечно, дерьмо. Дисплей типа лучше у ультра. Окей, хотя, мне кажется, там одинаковые дисплеи должны быть. Ладно, ну, короче, тогда рассказываю для глупых. Snapdragon в ультре, в плюсе для нашего рынка Exynos. Силус в ультре, здесь стилуса нет. Камеры 200 мегапикселей основной модуль, 50 мегапикселей основной модуль. Есть макросъемка на сверхширике? Нет макросъемки на сверхширике. Есть телевик нормальный, мощный, 5х? Нету мощного телевика. Как минимум так. Ну и процессор, я вам сказал процессор. Как минимум так. А если вы этого не можете понять из обзоров, да, то нахера вообще это делать? И человек мне пишет, что хочу забронировать, тогда я говорю, хер вам, они бронят, я не буду за вами бронировать, это вонючий плюс. А они такие, ну мы точно заберем, мы уже уверены, мы уверены, мы точно заберем. Приезжают на следующее утро, я им выношу этот плюс, чтобы что услышать? Ой, вы знаете, мы все-таки посмотрели, мы разобрались в теме, да, плюс все-таки сильно отличается от ультры. Пожалуй, мы хотим все-таки ультру. У меня есть ультры, я бы не с ультры, они взяли ультру, получается, хороший клиент, который сделал покупку. Это хорошо, да, но просто если меня с вас начинают бомбить, то поверьте, не просто так, просто я вас знаю лучше, чем вы знаете себя в вопросе покупок телефонов. Это вы должны тоже понимать. Вот и все. И вы должны понять, что вас много, и я снимаю эти видосы как раз таки для того, чтобы вы могли посмотреть видос ультра против плюс. А был такой видос на канале? Был. И вы уже как бы такие, ага, понятно, но вы этого не делаете. А если вы этого не делаете, то вы мне пишите вас этим в личку. А таких людей, кто пишет в личку, их дохера. А раз их дохера, то меня с этого бомбит, очевидно. Потому что если делать одно и то же действие каждый день, хотя ты сделал видос для всех, но вы ленитесь его смотреть, очевидно, меня это раздражает. Дальше. А расскажи про eSIM. Плюсы и минусы, если знаешь про них. Вот вопрос настолько же тупой, насколько этот смайл выглядит тупо в его комментарии. Ну что это за дичь? Что это за дичь? eSIM. Просто электронная сим-карта. Просто вместо того, что физическую вставлять в телефон, вы можете просканировать QR-код камеры, и у вас добавится ваш мобильный тарифный план без вставления физической сим-карты в телефон. Если у вас там 3-4 сим-карты, это удобно, потому что вы их не потеряете. Вы просто загрузили в память телефон, они у вас там хранятся. Вот и все преимущества. Что здесь непонятного? И вот эти вот брехуны. Про Huawei XT, вот это 300 или 500 тысяч, сколько уж там он стоит. Ну ты не прав, про Huawei. Я пользуюсь вторую неделю и сравниваю с Fold 6. Да, вот ты, конечно же, чувак, имеешь миллион рублей в кармане на мобилке. И почему-то Fold греется чаще. Ну ты не разобрался, Дим. Я всегда с тобой согласен, но не про Mate XT. Если тебе интересно, я могу дать его на тестирование. Ну и где ты, тестировщик хуев? Я сказал, давай, пиши в телегу, было бы здорово. И что, блядь, брехун в том, что вонючий. Потому что нет у него никакого Huawei, я, блядь, XT, очевидно. Просто кому вы врете? Кого вы пытаетесь наебать? Меня, который это спалит на раз-два? Еще и написать, могу тебе дать на обзор. И где этот обзор? Где ты мне его дал? Что это за смех какой-то? Дальше, как вам такое? Человек едет ко мне покупать телефон и пишет, звучит дико, но у меня нет мобильного интернета. Чувак типа едет за ультрой, за 80 тысяч рублей, но у него на телефоне нет мобильного интернета. Это адекватный покупатель? Как думаете, я реально его жду? Или можно даже тысячу рублей не предлагать скинуть? Я думаю, что можно не предлагать. Но, конечно, всякие ситуации бывают, да? Но звучит реально дико. Дальше. Дмитрий, денег на консультацию только 50 рублей. Но один маленький вопрос, все никак не дает покоя. Хочу купить ушку для Америки. Так еще не у один, который разлочен от операторов, а просто ушку, которая, мало того, что операторская, хреновая работа будет в России, нет русского языка, так она еще и вообще, в принципе, под американского оператора. Но продавцы пишут, что будут проблемы с работой 4G, 5G, VRF. То есть ему уже даже ответили. Посмотрел на бенды. Все необходимые вроде есть. Но все равно есть сомнения насчет этого. Стоит ли брать американца со снапом? Или взять европейца с эксинусом? Так 921 от S24. Почему ты не возьмешь 921 0, который будет работать в России нормально, который будет с русским языком, тоже со снапом? И очень, блядь, странно, что у тебя на консультацию только 50 рублей есть, а на S24 за десятки тысяч рублей у тебя деньги есть. Получается, брехун вонючий. Таких сразу в бан. И уж тем более, которые до сих пор, блядь, не могут очевидную информацию с моего канала взять, что американцев мы не берем вообще. Тем более, у, даже не у один. Дальше. Подскажите, сколько сейчас стоит S24 Ultra и S24 Ultra? Даю время исправить вопрос. Если вопрос не исправляется, это троллинг, и это сразу бан. Потому что это тупые вопросы, максимально провоцирующие меня бомбить. Дальше. Привет! Вчера начали разговор с тобой в чате, и ты им ответил, почему-то потом забанил. Хотя я тебе лишних вопросов не задавал, не оскорблял тебя. Странно у тебя отношение к потенциальным покупателям. Так вот, возвращаясь к запутанности, по поводу покупки телефона в запечатанной коробке. Я просто хочу, чтобы телефон был действительно новым. Чтобы не лапанный, достать его из коробки и сразу клеить пленку и засунуть его в чехол. Видят, ну, в общем, чувак хочет запечатанный телефон. Я говорю, чувак, если ты хочешь запечатанный телефон, то вот этим цирком заниматься по поводу открытия коробки, проверки, а потом снова клеить на него пломбы с Азона, там, за 500 рублей, говорят, что у оптовиков на Савелик можно взять за 50 рублей, но не суть. Я этим, блядь, не буду ради тебя заниматься. У меня нет на это времени. Продам тому, кто ценит то, что телефон уже проверен и будет работать хорошо. Понимаешь? А если нужно взять запечатанный или под видом запечатанного, то иди в магазин и бери там. А он продолжает, вот, я хочу приехать, я хочу приехать на встречу с поставщиком, я хочу там у вас взять. Нахера ты мне там нужен? Мне так не сралась эта продажа тебе, чтобы нарушать те правила, по которым я работаю. Понимаешь? Если тебе мало нуля циклов АКБ, если тебе мало, что можешь взять телефон и пойти к официалам и убедить, что он оригинальный, полностью рабочий, он тебя не подведет, что я и проверяю, чтобы дать людям гарантию, то иди нахер с канала и бери, где хочешь запечатанный. Оригинальный, неоригинальный, как уж получится. У меня иногда бывают поставщики, которые дают мне гарантию даже два месяца с момента покупки мной. Да, есть такие люди, которые мне доверяют, уже давно сотрудничают. Тогда я не распечатаю телефон и вам его выставляю прям сразу запечатаю, потому что я знаю, что если на встрече с вами мы его откроем и там будут биты пикселей и какая-то трещина, там мне деньги вернутся, мне поверят нас, мне не нужно будет снимать каждый телефон на видео с вами. Но большинство поставщиков так не делают, это нужно понимать. Именно поэтому даже в большинстве магазинов сейчас пломбы какие? Правильно, уже неоригинальные. Я вас учил в видосах отличать оригинальные пломбы от неоригинальных. Такие тоже вопросы. Бомбит нахер. Есть ли у вас в наличии новый Galaxy Note 20 Ultra? Если есть, 25-го числа готов забрать, а затраток прямо сейчас бы оставил. Пообещал дочери на день рождения, но нигде не могу найти. У продавца какие-то отзывы плохие и пишут, что восстановлены. Ты думаешь, что ты дурак? Что объясняет дочери то, что ты не знаешь, ты же не изучил. Есть и нет. Сначала изучи, что ты можешь ей подарить, а потом уже обещай. А так получается брехун вонючий. Как ты собирался брать новый Note 20 Ultra, который выходил 4 года назад в конце 24-го года? Очевидно, что если Samsung его не производит уже 3 года, он может взять только под видом нового на Алиэкспрессе и тут уже продавцы его будут перепродавать как угодно. Кто-то будет писать, что он новый, кто-то будет писать, что он оригинальный, кто-то напишет честно, что он восстановленный, но оригинального уж точно не будет. Это же очевидно, уже должно быть сто раз проходили. Дальше. Тоже чувак написал, что ProFold Special Edition будет стоить столько же, столько же. Чисто копировал с интернета текст и просто вставил, как будто бы умный. Ну не надо дублировать чушь, потому что понятия не имеешь о цене образования в России. Потому что и обычный Fold тоже в России должен был стоить 200 тысяч рублей, однако сейчас он стоит там 120, понимаете? Дальше. Чуваки тоже ржали над чуваком, который купил у меня Ultra 512 U и наклеил на него пленку на экран за 10 тысяч рублей. И все, в общем, ржали над ним, что он наклеил пленку на телефон за 10 тысяч рублей, хотя ее можно максимум поклеить там за 500 тысяч рублей. Вот и все, точно такую же. А он думает, что она какая-то особенная и крутая. Дальше. И этот вот чувак, который Евгений все хочет запечатанный телефон, удивляет, почему его забанил. Вот его сообщение. Посмотрел твое видео, где ты разъясняешь по нашему общению про покупку запечатанного телефона. Вообще, конечно, личную переписку публиковать без согласия несколько некорректно. Ну да ладно. Только вот я несколько раз запутался в твоих разъяснениях. Получается, что мы имеем? Чувак выдавляет претензию, хотя какая тут нахер личная переписка, если нет личных данных, значит он идет нахер. И во-вторых, тебе пояснять, а я уже не хочу с тобой общаться. Поэтому я его и забанил. Тут же все очевидно. Отправил в магазин. Думать, он мне нужен? Он мне не нужен. Дальше. Тоже я сказал, чувак говорит, что вот у нас Fold стоит в два раза дороже ультры. А я ему говорю, ты дурак, он не стоит в два раза дороже ультры. А он пишет, чел, у меня в местном DNS ультра последняя стоит 97, а Fold стоит 220. Так в чем я дурак? На маркетплейсах около 180 ценник у новых. А я ему отвечаю, ну если ты дешевле 180, не можешь взять Fold 6 и найти цены по 120, 130, 140, то ты и есть дурак. Вот и все. Вот и мой дополнительный ему ответ. Дальше. Вместо S24FE умнее и лучше купить, пока они есть новые S23+, или S23 ультра. Согласен. Это вот хорошая идея. И, наконец, последнее. Заинтересовал лот 964. Объясните по поводу гарантии от официалов. На какой срок она дается? Здравствуйте, госдаты производства. Получается, у этого лота гарантия декабря 24 года? Нет. Это дата выхода. вообще этой модели в продажу. А дата изготовления у него может быть как и перед стартом продаж, так и потом некоторые партии доготавливаются. Должны брать либо имей изводить Samsung, или брать сильный номер и на сайте Samsung проверять, узнать дату изготовления серийного номера именно по имейу. Тогда вы узнаете, сколько там осталось гарантии. Но я не понимаю все время этого вопроса тоже. Сколько там осталось гарантии? Да какая разница? Если телефон на гарантии официалов 24, то они выходили в любом случае после, ну в феврале 23, 24 года. То есть, в любом случае около полугода на них гарантии еще есть. Даже не важно, полгода, два месяца, да хоть месяц гарантии официалов на них есть. Что это значит? Что это даже если вы мне не доверяете в мои две недели гарантии, которые я вам даю, то что в любом случае если он вас сломается даже в течение этого месяца, вы 100% всего почините, потому что год со старта продаж еще не прошел. То есть он точно еще на гарантии. У 23 телефона, да, есть телефон КАУ, надо узнавать дату производства, потому что может он уже производился, хоть он и новый, но он производился дольше года назад, если чек я вам не даю, то, соответственно, гарантия на него прошла, официалов его в любом случае не починят. Но 24-й, это в любом случае еще будет меньше года. Значит, если он КАУ, он в любом случае будет что? Правильно обслуживаться у официалов. И если телефон хоть с каким-то браком, поверьте, он у вас вылезет. Ладно, вы не верите в то, что я проверяю, допустим, да, вам нужно именно гарантии официалов. Ладно, вы не верите в мою гарантию, окей, но если у вас есть гарантия официалов на телефон 24-го поколения, то неважно, уже там полгода она будет, 9 месяцев, 1 месяц, если телефон должен сломаться по гарантийному случаю, он сломается в ближайшие дни использования. А если он не должен сломаться, то он и не сломается у вас годами. Самсунги работают в вечность и случай такой 1 на 10 тысяч, понимаете? Так что, если она есть, то и все. Что там, как я радисту уточнять, я это не понимаю. Дальше. Ну, в принципе, все. С вами был Диман Масов.